Муж королевы известен своими остроумными, но временами довольно смелыми высказываниями, например, однажды он спросил у девушки-курсанта, не работает ли она случайно в стриптизе. Но это все цветочки по сравнению с тем, как вела себя его семья. Филипп родился в греческой королевской семье, у него были четыре сестры. Все они вышли замуж за немецких принцев, некоторые из которых были членами нацистской партии. Есть даже кадры, где Филипп на похоронах своей сестры и ее мужа окружен зигующими мужчинами. Его сестра София была ярой национал-социалисткой, разговаривала с Германом Герингом, присоединилась позже к нацистской женской партии и даже назвала одного из своих сыновей Карлом Адольфом в честь Гитлера. Неудивительно, что на свадьбу королевы Елизаветы и принца Филиппа этих родственников не позвали. По иронии судьбы матери Филиппа было присуждено почетное звание праведника народов мира за спасение евреев во время войны. Младшая сестра королевы Елизаветы II принцесса Маргарет слыл о известной сердцеедкой. Лейбористские депутаты и вовсе называли ее королевской паразиткой и шлюхой. В юности она была безумно влюблена в полковника королевских ВВС Великобритании Питера Таусенда. Но он был на 15 лет старше ее, и у него было двое детей от предыдущего брака. Питер мечтал жениться на Маргарет, но для этого ей нужно было получить согласие старшей сестры. Англиканская церковь была резко против такого союза, и Елизавета II попросила сестру подождать год. Британский кабинет министров отказался одобрить брак, потому что он идет вразрез с королевской и христианской традициями. Маргарет так и не смогла выйти замуж за Питера. И она вышла замуж за фотографа Энтони Армстронга Джонсона. Но сперва у Маргарет случился роман с крестным отцом ее дочери, а потом с племянником бывшего премьер-министра Великобритании, который покончил с собой после их расставания. Ходили даже слухи, что у Маргарет была связь с Миком Джаггером. Но немало актеров и музыкантов хвастались связью с королевской кокеткой. В конце концов, пара распалась. Маргарет горевала недолго, вскоре она познакомилась с садовником на 17 лет младше ее Роди Левелином. Ладно не совсем садовником, сэр Родирик Виктор Роди Левелин был также баронетом и специалистом по ландшафтному дизайну. У семьи королевы консорта Нидерландов Максима весьма скандальная история. Ее отец Хорхес Оригьета был министром сельского хозяйства во время правления президента Видилы, военного диктатора, который истребил десятки тысяч мирных жителей. За год до конца режима президента Хорхе он подал в отставку и заявил, что понятия не имел о всех ужасах, что творил его начальник. Но все же брак между его дочерью и принцем Вилем Александром был одобрен парламентом и состоялся в 2002 году. Впрочем, Хорхес Оригьету на церемонию так и не пригласили. Наследная принцесса Норвегии Метя Марит, которую просто обожает вся страна, настоящая золушка. До замужества на наследном принце Хаконе Метя Марит была матерью-одиночкой и встречалась с осужденным наркоторговцем. Принцессе удалось полностью изменить свою жизнь. А вот ее отец-алкоголик женился на юной стриптизерша в 2005 году. Виктор Эммануил Савойский признался в убийстве немецкого подростка в 1978 году по неосторожности. Его признание попало на пленку, но суд оправдал его в 1991 году. Сестра убитого была в ужасе, она говорила, то, что для нас звучит как признание, на самом деле хвостовство, он смеется над тем, что выстрелил в моего брата. Но в 2006 году его все равно отправили в тюрьму по обвинению в коррупции. По слухам, он также был тесно связан с мафией и неоднократно пользовался услугами проституток. Фото-гета-имиджес.